Я есть. Мы как-то неоднократно уже в эту сторону заглядывали. Причем «Я есть» — это должно быть не как некое делание, которое лепится в рамках эмпирического познания. Это такой спонтанный сюжет. И, в общем-то, к сожалению, можно всех расстроить, что с вами, если когда-нибудь что-либо такое происходит, это будет происходить совершенно случайно. Не и так вот, чтобы сели, подготовились, назначили время, сосредоточились, вошли в это. Ну, как вот пирожные. Идешь в магазин, находишь, что же тебе надо, покупаешь, ешь, и вот счастье. Бывает же такое. Здесь такого не будет, к сожалению. Даже наоборот. Как-то вот общая тенденция идет к тому, что люди начинают в этом деле разочаровываться. Чем больше они там что-то такое делают, целенаправленно, посредством известных их моделей, тем как-то это меньше их подводит вот к тому, куда пойти нельзя. Здравствуйте, заходите. Но при этом, еще одна такая парадоксальная вещь, что вот эти спонтанные процессы можно исследовать, причем на трех уровнях. И в теле, в теле можно их исследовать, и в чувствах, и ощущениях, ну, даже не ощущениях, а, ну, я бы сказал, чувствах, то есть таких душевных переживаний, и в том числе и в уме. То есть все равно, что нам известно о каких-то таких действиях, все они имеют достаточно хорошо обоснованные, концептуальные, различные, теоретически оформленные такие вот сюжеты. Ну, есть священные писания, есть всевозможные, там, панишады, там, хагавадгита, там, праджнипаргита. В общем, все есть, и это даже написано каким-то образом, да. И ум, он в это дело подключается, и он пытается, погружаясь вот во все эти мытарства, для себя обнаружить ту цель, которую он обозначил как некий поиск. Вот вы же сюда с какой-то целью пришли? С какой? Ну, на прошлой лекции, например, когда первый раз я пришла, я реально испытала ощущение единства. Это было такое у меня, как бы, просветление небольшое. И это состояние было такое крутое, я пыталась несколько дней его чувства, но потом потихонечку все равно в этом включается, и все такое. То есть пришли повторить? Ну, не, конечно, спросить, как все же с близкими быть, не могу понять, все же там все люди вокруг, да, но близкие, вот родственники, муж, там, и все такие, и вот они почему-то не могут понять, что это я, и почему к ним чувствуются разноражение. Но с ними тогда как раз ближе всего они к вам, к вашему я, и здесь-то как раз проблемы никакой нет, особенно родственники. Они просто с вами генетически одно целое. Ну, не вот почему-то негатив все время. Ну, негатив – это уже другая тема. Мы уже, помните, говорили, что негатив – это очень радостное событие. Всегда нужно к нему подходить как к знаку, который вам максимально показывает, где у вас лыбинка. Просто максимально. Просто привыкли все время хвенито. Муж, винователи, мамы. Ну, это уже автоволновые такие темы, да. К сожалению, у нас есть уже налаженные такие стереотипизированные формы поведения, которые, конечно же, выбрасывают вас из состояния вот такой благости, которую желательно вроде бы обнаружить. И она обнаруживается где-то там вот в каких-то интересных пространствах. Я недавно с одной женщиной разговаривал. Но у нее не родственники, ее работы достало. У меня тоже такое же. Вот, сейчас я вам расскажу страшную историю. Значит, вот ее достала работа. Причем так достала, что она домой приходит, у нее голова болит. Причем она в духовном поиске, очень серьезном. То есть она уже практически тоже отлавливает вот эти всякие проблески сознания. И у нее даже пошла такая мысль, а не бросит ли все, и не пойти ли куда-нибудь там, я не знаю, в Индию ехать на несколько лет. Она тем более хорошо зарабатывала, у нее очень серьезная работа. Причем такая, она уже такая. Менеджер среднего уровня. Но вот ее даже больше всего начала доставать. Не то, что там их начальство прессует, а там жестоко все-таки деньги вокруг. А то, что ей нужно прессовать подчиненных, требовать в срок. И вот все такое. И вот они говорят, у меня просто головные боли, я не знаю, как меня так это напрягает. Ну, начальники напрягают, задолбали козлы, короче. Эти напрягают, что надо их все время, а то они же ничего не делают, потому что, по-моему, меня начальники напрягают. А мне так вот хочется вот уединиться. Как-то вот я вот в практике в эти вошла. Они мне мешают, я даже домой прихожу, у меня голова болит, я не могу включиться в эти практики. Что умеет делать? Ну, это вообще вот такая трэшевая ситуация. Не важно, в доме она происходит или еще где-то. Всегда есть трэш. Есть такая иллюзия, что где-то есть светлое место, где я, наконец, уединюсь, там в пещере. Ну, это если вы хорошо уже такие пошли, так, знаете, прошаренные такие практиканты. Что есть какое-то место, где можно уединиться и где вот. Мы так с ней пообщались. Я говорю, а вот раз голова болит, значит, это ты не принимаешь эту ситуацию. Вот как вы свои простые. Где-то у вас выстроено отторжение. Не хотите, поэтому и голова болит, поэтому и вот раздражение, поэтому и все остальное. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы, вот есть такая удивительная вещь. Вот я говорю, ты же женщина. Вот представь, там, 200 лет назад женщины были бескрамотные, бесправные. Единственная их функция, это биологическая практически. Ну, или поддерживать еще мужа там. Там, совершенно, образование даже, из дома выйти не могли. Не то, что там практиковать куда-то. А у тебя есть работа. При чем работа? Менеджер среднего звена, неплохо зарабатываешь. Как же у тебя вообще в голове поворачивается, что это какая-то трагедия вообще в жизни, и что надо это бросить и уйти в уединение. За это бились, бились 200 лет, никак не могли добиться, чтобы женщины, наконец, могли на работу ходить. Он такой, да, в общем-то. И второй момент. Ты же знаешь, что, вот, кого вообще вот напрягает вот эта ситуация? Кого? Кого? Как только начинаешь искать, вот почему я и говорю, что смотрите в эти чувства. Чувства-то ваши. Кого эта ситуация напрягает? Нет же никому. Нет же никого-то. Просто есть, например, да, вот, вот, то есть, например, там есть ругань с родственниками или там на работе. Ругань — это просто процесс, да? Он такой проходит, проходит. Причём можно в нём присутствовать как бы отстранённого, потому что раз ты практикуешь, ты знаешь вот эту систему наблюдателя. В любой момент включаешь наблюдателя, и уже просто смотришь, а как ещё вот этого придурка напрячь можно, чтобы он там работал? Или как вот этот придурок сейчас ещё вывернется, чтобы на меня как-нибудь наехать? Ну, это я так утрирую. Это становится приключением. Приключением. То есть, если ты не выигрываешься в эту ситуацию, а просто вот элементарно, вот все эти практики, о которых там где-то говорится у всех, они первое, что воспитывают, это вот способность включить наблюдателя, как-то дистанцироваться от своего ума и своих чувств. И что самая лучшая эта практика — это как раз там, где тебя раздражает, это вот суфийский подход. На базар иди, там практикуй. То есть, ты приходишь на работу, и это люди, они тоже, во-первых, ты женщина, которая работает менеджером, это уже прикольно. И теперь ты можешь кого-то там напрячь и посмотреть, как они будут выворачиваться. Как-то тебя будут напрягать, и ты можешь посмотреть, а какие они чувства вызывают. И она такая через неделю говорит, я на работу стала, мне нравится ходить. Это же интересно. То есть, понятно, да, вот как только дистанцировались, вот в любой ситуации, дома вы это делаете, там, с какими-то людьми, особенно если у вас уже накатанная получилась вот эта структура, то самый, как бы, очень хороший момент, это очень радостно. Помните, я все время говорю, чем хуже, тем лучше, говоря, мол, джи-ду. И устроил в Китае культурную революцию. То есть, он был такой серьезный дядька. Ну, так как они там дзен, там все это, даосы, вот он им решил продвижение. Видите, как скопнули после его задуманности? Вот это самое, про что я говорю. Вот можно отлавливать вот этот момент, что на самом деле всегда можно посмотреть со стороны на ситуацию. У некоторых людей нету детей, они не знают, где их взять, мучиться. У вас есть дети. У некоторых женщин нет мужа. Некому мозги пилить. Вот я говорю, нету работы, нет. У вас все это есть, все это вас достает, а это значит, очень замечательно, вы все это подобрали себе по всем этим кармическим делам. И это значит, это просто то место, где вы можете развиваться максимально, максимально. Не в пещеры уезжать, не в горы, не в какие-то там литриты. А время от времени там в горы съездить? От кого ездишь в горы? Ну, одиночество в любом случае должно присутствовать жизни. То есть ты... А как кто-то тебя может быть еще, кроме тебя, вот в этой ситуации, когда тебя ругают? Кто там еще существует? Одиночество, это уже признак того, что типа вот здесь плохо, а вот когда я один, типа будет хорошо. А ты всегда одинок. Весь парадокс, когда будет просветление происходить, первый... Это я читал в книжках. Первый момент, это жесточайшее одиночество, это там последнее искушение, что действительно никого больше нету. Нету. Если ты сейчас вот все отпустишь, больше никого не будет. Не будет ни родных, ни близких, ни ноча. Никого больше не будет. Ну, одиночество это типа, дай-ка чуть-чуть попробую, как это будет выглядеть. Подходят, там уединяются. Там же было хорошо, в тех же горах ты приехал и... Не, ну в горах хорошо, это просто хорошо. Там пейзажи, там можно физически, там постоянно бесконечные впечатления. Вот что там хорошо, как пирожное ешь. Пожалуйста. Да. Если же в горы ходить... Пирожное не будет хорошо, если всю жизнь жрать пирожное. Конечно, поэтому и в горах там я видел люди, они очень несчастливые. Точно так же, только и думают, как бы в город уехать. Как вот на море, знаете, приезжаешь на море, целебная вода, целебные эти самые, местные жители все больные, кривые, и все такое прочее. Чего они не исцеляются-то в этом море? Да они в нем не купаются даже. Понятно, да? То есть все же относительно. Поэтому всегда очень важный момент, когда вот возникает любое напряжение, любое отторжение, в любой сфере, во-первых, всегда найти, что, во-первых, вы живой не умерли, у вас ноги, руки неотрезаны, там, ну и понеслась там. Когда вот такое дистанцирование. Эта женщина, кстати, очень четко поняла. Ё-моё, ведь точно, я же менеджер. Это, у меня есть работа, за которую нормально платят. Чего я тут выделываюсь? Ну, у меня там, типа, была там какая-то тема, что вот у меня есть семья, я еще в семью, вот, ребенок там родился, ну, живу так же. Но дело в том, что вот эти ваши сослуживцы, это точно такой и такие же ваша семья. Потому что без толку выделять кого-то вот, потому что я говорю, да это не я говорю. У меня просто нет. У меня получилось как? Я... Да-да. Нет лекарствия, можно? Да, куда-нибудь там. Попросите, пожалуйста, выключить кондиционер. Я хотела выйти бухгалтером, и я попала в бухгалтерию, и вот я сейчас работаю, как бы, и вот, казалось бы, вот, как я, все, все, как я хотела, но теперь получается, что, ну, как бы, я не хочу быть бухгалтером. Ну вот, это история про эту женщину. А что не хочешь? Потому что одно и то же, потому что вот эти бумажки, это вот... Точно, еще одна ерунда вот эта. Тупой труд, у меня садится свиньи, я не знаю, как бы, у меня сидят старые клячи рядом, которые ноют, постоянно ноют. И как бы... И вроде я пытаюсь, да? Вот вся та же история. Еще раз говорю, женщина стала бухгалтером, какое счастье. У вас есть возможность там считать циферки. Это тоже очень интересно, на самом деле, любую работу можно... Вот это та же история, как с горами. Кажется, что вот есть где-то художники, вот они типа, вот у них работа вообще точно такое, же нытье. Точно, все то же самое. Циферки, бумажки, это все чудесно. Это все чудесно. Это же... Вы же там организуете какое-то предприятие, за счет этого баланса свой сводит, у него же все получается, они там людям зарплату дают, там... Это же все тоже вот... Я говорю, всегда можно превратить неинтересное занятие в интересное. и наоборот, самое разинтересное занятие люди умудряются превратить в совершенно... Вот я вот преподавателем работаю в университете, это вообще... Я каждый год вижу новых людей, ну, эти студенты поступают. Я не вижу, я сижу целый день вот на стуле. И вот у нас точно такие же есть преподаватели. Опять эти... Как они меня достали! Я не могу уже на них смотреть. Я как услышу, так не пойму вообще. Самая такая небе лежачего работа, ну, это я про себя опять же расскажу, ну, и про вас, про задумок, что это самое... И людям не нравится очень, очень не нравится. Они очень раздражены. Но это вообще всех нас касается по любому поводу. Поэтому вот все эти истории о том, как мы впадаем в неприятие чего-либо, это все истории, как вот еще тоже у Шукшина был такой рассказ. Как он там назывался? Придурок? В общем, там мораль такая тоже. Мужик решил жизнью покончить. Там у него что-то то ли жена ушла, то ли... Ой, как-то я давно его читал, уже даже сюжет не помню. Но мораль такая, что он пришел к своему другу, а он был фронтовиком. И он такой приходит, я говорю, жизнью хочу покончить, у меня вот семья там, разлад, все так там. Придур, по-моему, называется. Семья, разлад. Он говорит, о, классная. Ты это самое... неделю сухари в лужи не вымачивал, вот и не ел. Он говорит, нет, не ел. А не сидел в землянке, там, когда обстрел, и когда, да, в шеф-туалет сходить нельзя, ходишь тут в углу. Нет, у тебя туалет нормальный? Нормальный. Ну, в общем, начал вот, ну, то, что он пережил, он говорит, вот где была эта трагедия, а у тебя-то вообще ты в раю живешь. Жена ушла, ну и слава Богу, там, другую найдешь. Некоторые отделы от своей... Ну, в общем, понятны все эти истории. То есть, все на самом деле мы сами проблематизируем на пустом месте. Во-первых, потому что нет никого, кого может что-то задеть из этих ситуаций. Любую ситуацию можно начать рассматривать, как будто вы попали на другую планету. Помните, как-то давно-давно говорят, что вы идете по городу, а это как будто вы на другую планету прилетели. Только все прикидывают и инвигрируют под реальность, как будто она реальна. А вы-то знаете, что это инопланетное пространство. Они просто так прикидываются, такая хитрая планета, как вы. Вы по ней ходите. И банальные вещи превращаются в совершенно удивительные вещи. Вот. А про что я еще хотел сказать? Дело в том, что вот на пути вот этом трагическом, наполненном всякими обстоятельствами, есть еще такой момент. Здрасте. О, ничего себе. Человек пришел. Так, ладно. Он у меня ходил на философские клубы лет 15 назад. Поменьше назад? Ну, 10. Вот в йоге, йога, помните, мы уже говорили, это соединение себя вот с собой вот этим абсолютным, бесконечным. То есть, соединяться не с кем, потому что абсолютный никакой. То есть, наоборот, получается, что йога это просто отпустить вот это вот то, с чем вы себя отождествили в виде вот некоторой личности, да? Какой-то парадокс такой. Вроде бы соединение, а с кем соединяться-то, если вы и так есть эта бесконечность. Получается, что даже разъединение, но опять же, разъединяться тоже не с кем, потому что вот эта личность, она выросла вся из бесконечности. У нее нету вот одно из волшебных моментов, о которых я вам все время говорю, они у меня являются основными зацепками, с которых мы начинаем разговаривать, что нету никаких элементов, из которого соткано вот это пространство, время, нет даже дхарм, я вам сейчас скажу страшные вещи. Дхарм нету, ну то есть каких-то действий психических, из которых складывается кармическое пространство. Это все просто разговор и попытка концептуализировать нечто привычным для личности образом, чтобы потом от этого отталкиваться. И вот раз ничего вот этого нету, ничего вот этого нету, то, собственно говоря, я говорю, что прямо вот сейчас такой, что нужно расслабиться просто сразу и больше никогда не напрягаться. он ничего не делает. Может все делать. Ну вот опять, да, младь, совершенно верно. расслабиться это не значит, что вы легли, у вас слюна потепла. Я же говорю, работаете расслабленно. Когда вы расслабленно работаете, у вас работает интуиция, вы в 10 раз лучше работаете. Вот я сейчас расслаблен, и видите, как мне легко говорить? Только потому, что я расслаблен. А я вам рассказывал старую страшную историю. Раньше я был очень закомплексованный. Не мог вообще разговаривать с людьми даже, обратиться к мне. Есть видео, где я рассказывал, как меня милиционеры вернули в жизнь. Да, вот эта история. Что оказывается, просто я в тот момент понял, что все можно, потому что иначе умру. Иначе меня вот здесь прямо на платформе закопают. Потому что я ни с кем не могу разговаривать. Жизнь моя прервется. Вот. То есть можно все отпустить, потому что нет никого, кого можно строить, к чему можно стремиться. И при этом после этого как раз все ваши какие-то скрытые потенции, которые были приуготовлены вашей кармой или еще что-то, они сразу же начнут объективизироваться. И вы сразу поймете, кто вы и чем вам надо заниматься. Сейчас же вы все мучаетесь. Вот девушка хотела бухгалтером быть. Это что думаете, от большого ума? Нет, кто-то объяснил, что бухгалтер типа клево, зарплата там и еще что-то. А вот сейчас она может наконец осознать и понять, что точно я же должна была быть бухгалтером. Что это мое великое предназначение? Нет, не принимаю. Ну, тогда вы значит, когда все откусите и бухгалтерия у вас станет не проблемой, вы вдруг осознаете, а вот оно чем я хочу заниматься. И тогда утрата бухгалтерской темы не будет темой бегства от чего-то. Она просто перестанет быть актуальной. А то, что актуализируется как внутренняя ваша потенция, как божественная искра, у всех божественная искра есть. Так оно и есть. Отлично. Так оно и есть. Отлично. Радостно так. Ё-моё. Ну ладно, с вами все понятно. Вот так мы и говорим о том, что к этой бесконечности в йоге каким-то образом проработали целую этапированную систему. Я думаю, что большинство из вас как бы знает вот эти все закидоны йоговские. восемь ступеней йоги по танжали. Ну я сейчас еще раз проговорю, потому что мне кажется, что это очень важно, потому что как-то нету ясности. Даже когда кто-то читает про йогу или там изучает эти все ступени и даже начинает их практиковать, превращается в какую-то жуткую тягомотину. Ну первая яма, да, помните? Яма. Не знаю, почему яма называется. то ли потому что это действительно яма, то ли еще что-то. Нижняя чакра? Нет. Яма это образ действия. То есть вообще яма это то, что касается эмпирического мира. То есть вы в мире живете и каким-то образом взаимодействуете. Но так как вы это делаете неправильно, то в яме предлагается вам правильный момент. Причем почему он правильный, плохо его знает. Ну придумал по танжали, наверное, или кто-то там до него. То есть первые все вы, наверное, уже в яме, потому что первое правило не насилие. Любит лапки мухом открывать? В детстве. Вот тоже пройденный этап совершенно. Все, просто сейчас даже как джайнист там, муху увидишь в супе, вытащишь, обдуешь живи, родная. Мышей раньше, помню, убивал в квартире, ставил ловушку. Перестал выбегать мышка. О, какой шутер. И они перестали бегать. Они бегали, пока тебя раздражали. Перестал их убивать, стал с ними разговаривать. Ну, там одна какая-нибудь вылезет между делом. И все. Ничего. Следующее, уже потруднее, это правдивость. То есть, каким-то образом надо перестать обманывать. Это очень сложно, потому что все построено на вот этим. Понятно, что нельзя быть идиотом правдивым, знаете, что вот иногда там родственникам нужно чуть-чуть так поднаврать. Но это не потому, что вы врете, а потому, чтобы они не расстроились. Понятно, да? То есть, тут, конечно, нюансы есть, но правдивость, это на самом деле самое главное, чтобы вы по отношению к себе вот это делали. Чтобы вы себе это не врали уж. Потому что есть некоторые люди, они еще себе так что-то там объясняют. Но обычно это отсылка к другим. Типа, вот другие же так делают, почему бы и не я. Правильно? Вот. Ну, это вот, например, чиновники так воруют. Они все хорошие люди. Просто нельзя по-другому. Все так делают. Понятно, да? Такое оправдание. Но это же вы понимаете, это ложь. Вот если вы себя отловили, уже умеете это делать, это вот яма пошла. Так, следующее. Ну, не воровать, умеренность. И еще вот у них есть там глупость одна целомудрия. Ну, я думаю, что здесь скорее в наших условиях должно быть не целомудрие, а вот чтобы было вот как, ну, как-то более-менее. в семье. там, в семье. В семье. Или же только с любимым человеком. Понятно, да? Они так же вот... Ну, они это, наверное, имеют в виду. Да, они под этим... Для монаха это полное целомудрие. Ну, да, да. Ну, вот в йоге там целомудрия, они там, я знаю, что даже вот... Ну, вот как в монастырях они отказываются, и вот, типа... Но, в принципе, на определенном этапе это вполне может само собой случиться на самом-то деле. Ну, то есть, если вы видите, особенно же там вот и йогой, там обычно люди занимаются, когда, ну, вот все дела уже мирские сделаны. Ну, там, риши, да, вот дети выросли, все, можно уходить и заниматься йогой. И там уже как бы действительно это бессмысленно. Поэтому я думаю, что здесь вот ничего критического нет. Просто единственное, что держать это вот в тех вот каких-то нормальных рамках, опять же, где вы сами себе не врете. Понятно, да? И не смотрите, как делают другие. Ну, типа, все же так делают, и я так. Нет, так вот не... Ну, самый... Вот, короче, с ямой все ясно. Это как Божий день. В принципе, вот если этого вот не сделать, все вот эти скачки к запредельности могут плохо кончиться. Потому что, если у вас яма не распустила вот эти все штуки, а это значит сложные кармические хвосты, а это значит при глубоких работах, там, с пранаямой у вас бесы будут являться материализованные. Ну, то есть, следующие ступени, они как бы предполагают, что вот если здесь расчищено, тогда можно переходить. А у нас обычно, знаете, как... Сидел-сидел на работе, а не пойти ли мне кундалини поднимать? И пошел кундалини поднимать. Понятно, да? Не надо кундалини поднимать. Вторая – это не яма. Не яма. Вот здесь как раз чистота тела. Тут надо еще, знаете, как-то за собой следить. Ну, то есть, не есть отходы, иногда мыть. Частота или чистота? Чистота. Но чистота, она, конечно же, на следующих уровнях начинает давать частоту. То есть, если вы их худо-бедно там за собой следите, тоже там перфекционизмом страдать не надо. А то у меня вот один знакомый, мы тоже в Индию приехали, он с собой воды привез, салфеточек таких, таблеточек таких. На второй день как его начало проносить? Он все там пил чистое-чистое. Нет. Тут, конечно, тоже надо вот какой-то здравый смысл. Причем, конечно же, вот у нас, к сожалению, то, что мы живем в искусственной среде, а не природной, в природе там все чистое. Вот когда вот в горы выезжаешь, все, там можно из реки пить совершенно спокойно. Там даже, если земля в рот попала, ничего не происходит. То есть, в общем, все нормально в природе, как бы это естественно. Короче, и внутренняя чистота, внутренняя чистота, это как бы не яма, это как раз уже там морально-нравственные какие-то принципы, которые, собственно говоря, ну вот существуют в этом мире. Ну, они как бы в яме уже нами попрактиковались. Во-первых, нужно быть всем удовлетворенным. То есть, перестать вот эту тему, что мне чего-то не хватает. То есть, один из, даже если не хватает духовности, все равно. То есть, вот эта внутренняя самоудовлетворенность, то есть, отпускание. Хотя вот как бы нам все время говорить, надо же чем-то гореть, надо чем-то стремиться, к чему-то, к чему-то. Но вот здесь как-то вот, это сложный такой тонкий момент, как это быть и удовлетворенным всем, типа, мне пофиг все, да? Но мы уже говорили, как раз в этом состоянии, то, что у тебя было замутнено неудовлетворенностями, открывает истинный путь. То есть, как раз обычно человек на пути становится, когда, вот, ну, необычно, ладно, некоторые становятся на путь, когда вот у них такая удовлетворенность происходит. Потом, значит, очень важный раздел этого периода, то, что должна быть самодисциплина. То есть, вот это тоже очень сложная ситуация, потому что, скажем, там, до этого, там, в адвайте, в дзокчине, как-то на это не упирается. Это считается, что это вот для этих самых, хинаяна, там, где вот этот аскетизм, самодисциплина, то есть, такие жесткие контролируемые ситуации. Но здесь, как бы, если ты опять же сделал яму, то дисциплина, она тоже становится естественной. Естественной. Ну, дисциплина, это значит, ну, вот мне говорю, не ввергаться вот во все то, что в яме находится. То есть, ты уже каким-то образом контролируешь, что ты там не сквернословуешь, не выжелаешь там жены ближнего, не это самое, чего там. Не воруешь. Не воруешь, да. Не ругаешься уже было. Так. И вот здесь тоже очень каким-то важным образом является такое качество все-таки признавать существование Всевышнего. Ну, то есть, вера в Бога, то, что называется. Но вера, опять же, не такая вот, как бы, кандойленькая, а вот ты внутри себя просто понимаешь, ну, иначе и быть не может. Есть Всевышний. Дальше начинаются детали, где он находится. Ну, мы уже говорили, что, в принципе, во всех нормальных даже религиях есть очень хорошее понимание, что Всевышний — это внутренний космос. Это не географическое, физическое, не территориально-пространственное местоположение какое-то, да. А это вот, то есть, вот адвайтийский такой вариант мне больше всего нравится. Потому что в адвайтийке там как раз вот есть попытка вынести божество куда-то на какие-то божественные планеты, на божественный космос, на седьмое небо. Все это каким-то образом, где-то там он сидит, одесса, с отцом, и сына улудрит за вами. Вот. А божественное — это не то ли место, где мы должны раствориться как раз? Ну, в общем-то, ну, в общем-то, да. Чтобы вот в нем раствориться, надо поначалу в Нияме начать хотя бы вот понимать, что есть такое место. И оно действительно божественное, и там абсолютный дух существует в своей первозданной форме. Понятно. А какая религия? Ну, да. Когда мы не растворяем? Нет, ну, мы же говорим, что здесь, это же мы про йога говорим. Ну, в Адвайте-Виданте есть Адвайте-Виданте, да? Да. Вот в Адвайте-Виданте и он... А есть другая какая-нибудь? Ну, вот два это... В Ашишта. Нет, в Ашишта все нормально. Это к Виданте. У нас относится... А вот, например, Вайшнавы, кришновиты, вот те же самые. Вот у них там планеты божественные, и понеслось... Локи. Да, локи вот эти бесконечные, и все там у них нормально. Есть какой-то внешний космос, где вот эти божества и существуют. Хотя Кришна там у них же все время говорит, Параматма, я внутри вас, мне жертву приносите, тыры-пыры, пятьдесятые, но все равно вот все это есть, вверх-вниз, пятая-десятая. Но вот я говорю, вот это яма-не яма. Дальше идут у нас асаны. Известное такое, любимое занятие сейчас, современных офисных работников. Ну, то есть насиделся, геморрой подхватил, либо идти в фитнес, там гири тягать, но в фитнес придешь, там качки такие, стоят перед зеркалом, и ты сразу, сдулся. А в йога-центр пришел, там такие же сидят, флошары. То есть все нормально, и мы начинаем эти асаны делать. Опять же, асаны никакого смысла не имеют, если это не часть вот этого пути цельного. Что в асанах нужно единственно, вот каким-то образом растянуть ваше тело таким образом, чтобы оно не уставало сидеть в позе медитации. Больше ничего. Не стоять там на одной ноге, закинув ее за голову. Там не, в общем, не вот выгибаться там, как Бог там черепаху наказал, точно так же. Вот. А исключительно, да, исключительно только для того, чтобы, когда вы сядете в медитацию, могли бы хотя бы полчасика, ну, да, посидеть, посидеть. И даже не обязательно в позе лотоса. Потому что вот, ну, попробуйте просто полчаса посидеть и понаблюдать вот за своим умом. И вы увидите, что, ну, сложновато, начинает утомляться, где-то тут завернулось. А йога, она помогает каким-то образом. Оказывается, действительно, у нас в теле есть энергетические каналы, и, собственно говоря, усталость происходит, когда они пережимаются. Если их так вот размять, растянуть, сухожилия, там все эти вот эти штуки, то энергия легче по ним текет. И это как бы является преддверием для того, чтобы, наконец, заняться праноямой. Потому что пранояма – это как раз уже работа с энергией. Вот ее движение по каналам, там дыхательные все эти практики. Когда тело размято, вы можете много сидеть. Когда у вас нету вот этих дурных мыслей, связанных с ямой-не ямой, и вас бесы не будут забирать к себе, то тогда можно начать вот эти энергетические процессы запускать. И вот вся пранояма, она, в общем-то, помогает, потому что для того, чтобы дальше содержать и, ну, например, заниматься концентрацией, вам нужно уже не 20 минут, а там иногда час находиться. Для этого энергия нужна, чтобы свободно ходила. И чтобы у вас был тонус, потому что, знаете, любимое занятие практикующих медитаторов – это уйти в нирваны, пойти в осознанное сновидение. Вот. Чтобы этого не было, конечно же, надо, чтобы у вас энергия в тонусе была. И пранояма, она помогает в каком-то, ну, так, утилитарной, один из утилитарных. Там не утилитарный, а просто, чтобы вот гармонично в здоровом теле, как говорил Платон, здоровый дух, вот, чтобы вам с духом нормально общаться, а не так, что он вам явится, а вот такие, хоп, в оморок, у вас все отключилось сразу. А чтобы вот такие, хоп, и я красавец такой. Есть ли? Понятно? Вот. Значит, дальше начинается хуже. Когда вот во всем этом деле побыли, делается H1. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если концентрация есть, концентрации Я-Есмь поймать нельзя Концентрация просто позволяет остановить мысль, удерживать ее долгое время, не давать ей И тогда вдруг сами не понимаете, всем своим существом вы начинаете вот это чувство вспоминать Что Я-Есмь, как в детстве, какое-то блаженство Что уже ничего делать не надо, вот оно Но, я говорю, если нет концентрации, тут же слетает, тут же выносится первая мысль, первое чувство, любой звук Моргание глаз там, я не знаю Проглотил слюну, все, отъехал Понятно, да? То есть вот Харана, она как раз развивает вот эту способность То есть ты уже можешь целый час сидеть У тебя энергия отбалансированная, у тебя нету дурных мыслей там или еще чего-то И ты начинаешь там концентрироваться Концентрация там есть целая куча всяких На точку На свечу На внутреннее состояние Ну вот на внутреннее состояние, это как бы следующий уровень Хи-Яны Это вот уже начинается дзокчан Хи-Яны, это вот как раз, когда ты Можешь свое внимание Направлять внутрь на внимание То есть ни на что И при этом начинать замечать, как у вас Вот эти мысли залетают То есть они уже не вовлекают тебя А ты можешь свидетельствовать вот эти процессы Как чувство, как вот эта рябь в глубине То есть глубина какая-то за тобой стоит бесконечная Ты ее уже улавливаешь Уже предыдущие практики тебе дали проблески, ощущения Это не ощущение Это просто как рябь, бесконечная Ты просто знаешь, что вот Бог есть Не как слово, а как вот просто вот Просто он у тебя за спиной стоит Крыльями вот так вот обнимают Ты понимаешь Вот И тут мысли заходят И вот ты их как раз в этот момент начинаешь штудировать Как они заходят Что Поначалу как бы ты их штудируешь Не это самое Ничего с ними не делая Просто позволяешь Даже если ты понимаешь Ой, я затупил О, классная мысль Да Там, знаете же, есть всякие обманки такие Которые все время выбрасывают ваше сознание А это всего лишь повороты мысли И ты просто уже видишь Потому что вот эта бесконечность Она тебе не дает Ты на фундаменте хорошем сидишь Которого нету Но который ты и есть И вот эти мысли Они вот начинают там Ходить Приходить Чувства ходят Выходят Как-то заманивают тебя Ну вот отвлекся Ничего Дальше продолжаем И вот в этом Во всем ты сидишь И наблюдаешь Там есть практики шаны такие Цокчения И вот ты их уже так можешь По часу с ними вот так вот играться Причем там начинаешь дальше Останавливать Ну следующий уже момент Это останавливать их можно Рассматривать Делать пустыми Вот как мы уже говорили Это мы перескочили Но я эту практику рекомендую всем делать Заглядывайте в чувства вовнутрь Вот началось набухать чувства Заглядывайте Его можно заглядывать Потому что оно активное В активной стадии находится Оно вам вот эти родственники Специально показывают Вот в это чувство можешь позаглядывать Вот оно активно у вас Легко возбуждается А он заглядывает Это вот эта стадия Тхияны Седьмая стадия И там самое интересное Как только ты начал с ней работать Вот этот объем Вот этот Который сзади как-то раньше Незаметно стоял Он начинает глубиной наполняться Мало того Мысли начинают высвечиваться Ты наконец начинаешь понимать Что мысли это не проблема Это та же бесконечность То есть Начинается Просто какой-то Такой Там 6D компьютерная игра Отдыхает Ну это я так Просто сказал Что вот все компьютерные игры Это даже близко не стоят Какие у тебя Вот эта Частота начинает давать скорость Ты начинаешь на огромной скорости Видеть Объемность Многогранность Многомерность Но об этом так говорить нельзя Я вру Понятно, да? Это просто история была Для того, чтобы каким-то образом Подводить Вот к этому Замечательному сюжету Ну а дальше Самадхи Тоже когда Вот этот Который за тобой стоял Вот этот Просто ты С ним соединяешься То есть Он выходит Перед тобой лицом И ты в нем пребываешь Ну это вот Все уж Просветлелся Уже теперь Никакая мысль Ты больше ни на что Больше смотреть не можешь И куда ни смотришь Везде его видишь Уже Вешь, говорю Тогда Вот эта любовь К ближнему Просыпается неимоверно Потому что Я Да не просто я Божество я Все Божество Да Но там тоже Есть Несколько Стадий Самадхи Есть еще Самадхи С остатком Какая-то Еще что-то Ну Да Скажите Вот если Вот это Наполнение И ты смотришь На Понимаешь Что вокруг Все А вот Родственники Олимпийские Они могут автоматом Измениться Это Класс Как-то Вот А не желательно Крусовская баба Машка твоих Состояния Могут они Действительно Почувствовать Это И сразу Раз Или Они Ничего Почувствовать Не могут Потому что Их нету Но Есть волшебное Такое Действие Меняешься Ты Меняешься Меняется Весь мир Они просто Начнут Меняться Автоматом Все равно Нет Нет Автоматом Помните Ты изменишь Свои отношения Точно И даже Если Они будут Вести себя Плохо Ругаться Вы уже Просто Будете Рассматривать Как Я же говорю Как вот Это Как на работу Какое Счастье Я ругаю То есть Ваши родственники Это только Ваши отношения Никаких Их нету Поэтому Меняется И они Тогда Становятся Да и И самое главное Что я говорю Тогда Необходимость Вас Дрючить Перестает И уже Потому что Они цепляют Да Цепляют Пока Есть за что Цепиться Это Наверное Появляется Такое Ощущение Что Если Допустим Папа Цепляет Или Начальник Да это Василий Петрович Ну Можно То есть Такое Пофигистическое Отношение Появляется Что А Ну Это Папа Папа Пофигистическое Не Папа Ну Пофигистическое Просто Говорю Как инопланетянино рассматривать Ну да Да Это должно быть Еще Какое-то Такое Потому что Тогда Объемность Этого Человека Начинает Вы Тогда Действительно Начинаете Его Видеть Все Больше Как Божество Потому что Пофигизм Это Все Такие Скидывание Это Попытка Уйти В горы Да Это Такое Другими Способами Как-то Зайдеть Я не знаю Убежать Забыться Ну да Вот я говорю Все попытки Забыться Спрятаться Там Наркотики И все Остальное Потому что Духовные Поиски Те же Наркотики Да Потому что Вот я говорю Некоторые В практиках Находят Даже Вот этот Торч Какой-то И на нем Зависают Зависают И начинают Ну это Тогда Вы сразу Мир Полублагов Или голодных Духов В общем Куда-то Не туда Направляться Будете В следующей Жизни Если у вас Привязанность Потому что Во всей Истории Предыдущей Это все Этапы Как вы Отвязываетесь От всяких Отвязываетесь Отвязываетесь Отпускаете 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 Все эти Штучки Подготовки Для отпускания Ностальгия В прошлом Она тоже Получается Привязанная Конечно Конечно Любые Эмоциональные Конструкции Которые Приводят К утомлению Помните Мы говорили Медитация Первый признак Что она не в ту сторону Что вы Утомляетесь Ну либо Засыпаете Либо Перенапрягаетесь Либо еще что-то Правильное Ощущение Это Расширенность Потому что Сзади стоит Бесконечность Она начинает На вас давить Просто Ну чтобы Началось Вот я говорю Некоторым Нужно Все эти Восемь Не восемь Но хотя бы Первых Четыре Стадии Так Достаточно Жестоко Отработать Без цели Получить результат Вот еще Очень важный Момент Как только Вы начинаете Это работать С целью Получить результат Все не в ту сторону Сразу поехали То есть Делаете Асаны Безразлично Делаете Пранаяму Безразлично Наблюдатель Просто Ну в принципе Вот я говорю Дальше концентрация Она как раз и становится Что вы Включаете Это все больше И больше И больше Но дело в том Что это можно Включать Вот хиян Делаете Прямо сейчас То есть К сожалению Времени не осталось Последние времена Поэтому Цзокчин Сейчас озвучивается Всегда было Закрытое Знание Никому Никогда Все эти Вот эти Способы Разговоров Все это Сейчас Открылось Все Можно Всем Кто В курсе Должны Успевать Ну Не должны Чушь Никаких Конечно Времен Не будет Ерунда Как я это говорю Мне кажется Я в одном из своих роликов Слышал Что ты говорил Что человек здесь Для того Чтобы быть счастливым У меня немножко Другое Не быть Он просто счастливый Другого у него состояния нет Все остальные состояния Это то Как он Почему-то Прячется от него У меня есть мнение Что Хорошо Мы должны Здесь быть Должны Ну условно говоря Самим себе Да Сложными словами Ну да Да Все правильно Для того Чтобы развиваться Постоянно 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 Не прекращаем развиваться Это мозг Есть люди Которые Допустим Получив Какое-то определенное количество денег Ну Четыре миллиона рублей Они будут счастливы Да Есть такие При этом Это же не развитие Почему они счастливы Они не счастливы Делы 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 Видели Человека Счастливого С четырьмя миллионами рублей Почему нет С другой стороны Нет То, что он получил удовольствие И удовольствие У него очень примитивное В силу того, что у него цель была примитивная То есть то, что вы называете Если человек улыбается там И хлопает в ладоши Это не значит, что он счастлив Может он придурок В этот момент ему хорошо Да, чему-то хорошо Совершенно верно Потому что в этот момент Он как бы чувствует Отпустила Теперь мне не надо зарабатывать деньги Потому что до этого деньги зарабатывают Видите Самое-то главное Во всех этих счастливых моментах Это вот Это маленький намек на то Что отпустить вообще можно все А тут тебя только чуть-чуть отпустило Что теперь Можно, например, поехать И отдохнуть на эти четыре миллиона Ну, четыре миллиона Я даже говорю Несерьезно Такая сумма Четыре миллиона Там вот этих зеленых Уже получше Но тоже как-то Несерьезно У нас, знаете, ребята бьются У них там и миллиарды Они в Форбсе Там идет такая работа Видите Несчастливая То есть нет Понятно, что радость Некоторую получить можно И это даже можно рассматривать Как этап развития Потому что Вначале там Заработал сто тысяч радость Потом миллион радость Потом десять Развитие не по вертикали А по горизонтали Ну да, это горизонтальное развитие И самое главное Что Вот я помню Вот этот момент Подловил Что дальше количество Вот этих нулей Ничего не решают Радость Уже не появляется Это рутинность становится Даже обязанностью Какой-то Ну то есть Ты наоборот чувствуешь Тягость Какой-то Ну да И там же сразу Куча всяких Сопутствующих Вещей Поэтому Действительно Вот ты правильно сказал Что вроде бы развитие есть Только вот Под словом развития Каждый человек Какие-то вот Свои Придумывает Истории А вот есть ли Вот такая Истинная развитие Вот я вам рассказал То, что до этого Рассказалось Это типа Про истинное развитие Но при этом Вы уже увидели Что там никакого развития нету Развивать нечего Наоборот То, что было развито Всем этим социальным опытом Начинает наоборот Развинчиваться Развинчиваться Да Развинчиваться Поэтому Развитие Что в это вкладывать Конечно же Духовный рост есть И есть эти вот Даже в йоге Там есть какие-то Эти самые И даже уровни просветления Какие-то люди Там умудряются Обнаружить Все И есть там Будда Есть бодхисатвы Там разного уровня То есть Вроде бы развитие есть Но в то же время Вот лично Вот для меня Когда я начинаю Над этим думать А я же вам сразу Вначале сказал Что Нету в мире Ничего Из чего Можно с чего-то Начать слепливать Все, что мы слепливаем Это Эфемерные конструкции В уме Эфемерные конструкции В уме О том, что я буду богатым Буду счастливым Эфемерные конструкции В уме Типа, что я там Например Решу какие-нибудь задачи И стану С известным ученым И стану счастливым Ничего подобного То есть Но Вся цивилизация Вся наша школьная система Эмпирически Выстроенная На вот Синтийской Научной парадигме Да, она говорит Даже одно время Знаете Вот, кстати Очень интересный Характерный момент Что вот Я помню В школе мы учились Была вера в прогресс Мы полетим на Марс Мы полетим на другие планеты Я даже думал Что я при жизни Застану этот период Когда будут люди Там по галактикам Летать Там уж фантасты Это пишут Там середина 2020-2030 год Что я застану Это время Что будет прогресс А сейчас я понимаю Я в прошлый раз говорю Некуда лететь Нечего там делать Вы в горы Тащите себя же И там все то же самое Вот как этот самый Индейец Из мертвеца Куда бы я ни приехал Все люди туда Снова приезжали Нету ничего На другую планету прилетите И что? Ну там первых два дня Может быть интересно Вот как в Таиланд Я съездил когда Первый раз Острала Здесь Ди Каприо Купался Так купаюсь И так Ничего не происходит Блин А там вот Джимс Бонда Снимали И тоже Ничего не происходит Никакого Тот же самый Если бы я был На другой планете Вот все бы то же самое было Если я не могу Вот здесь Выйти в беспредельность То куда бы меня Не завезли Я туда притащу Свой маленький мир Никакого развития не будет Действительно Единственное Развитие Условное Потому что развивать нечего И как мы уже говорили Произойдет это Совершенно случайно Когда совсем Не ждешь Но ведь на природе Как-то ближе Ближе Ну там проще Потому что нет Чем в каменных лабиринтах Социальных связей Где вас все напрягают Совершенно верно Реклама Которая постоянно Вот короче Всякого шлака Да Ну да Природа Природа Она же Она же вот этим создана Это же жизнь Природа Природа Она там Ну что вы рассказываете Молодец В нос Ну в Сибирь залезла Да Как это самое Какая-то болезнь Знаете червяки в глазу Вот в том же Таиланде Там приезжают А у них потом в глазу Там вот асмут Тьфу Это к чему вообще Ну это я к тому Что счастья нигде нет В природе Тоже хватает Да В природе Тоже из своего А с другой стороны Вот я думаю Может быть Вот эти маленькие Как бы Земные радости Да И счастья Они вот Как раз К переживанию Конечно Я же говорю Даже радость Вот этого миллиона Это Ты на мгновение Ловишь Состояние отпустило Оно похоже на то Но опять же Готовым надо быть К этому миллиону Кто-то получил И у него инфаркт Ну да Это уже крайний случай Мы берем нормальных людей Которые развивались Развивались Работали Работали И у них там поперло Бизнес там Или еще что-то И вот у него Те А то что вот В Америке Также социальные исследования Проводили Когда получали Выграшил АТО Приезжали за деньгами Их спрашивали Вы готовы взять эти деньги А они спрашивали Почему Вы не первые Кто приходите Но потом с ними Происходили разные случаи Несчастные Они умирали Там кто-то погибал Рак там Хватил Кого-то сердечный приступ То есть Это вот к радостям То есть Мы либо готовы к радости Либо нет Если бы не Это не к радости Готовы к испытанию Потому что деньги Это большое испытание Это энергия Очень консолидированная Много людей Вокруг нее Крутится И ты эту энергию Втягиваешь За ней сразу Все вот эти Привязки Если у тебя Пранаяма Хорошо проработана То ты можешь Абсорбировать Это дело Если не хорошо То черти Сразу тебя закрутят И действительно Есть случаи Когда и жизнью Кончают И спиваются И То есть Поэтому Деньги даются Тем Кто Вот эти Бизнесмены Они силовики У них очень мощная Концентрация Чтобы заработать Деньги бизнесом Это надо Вот этот Тхарана У них вообще Шикарнейшая Они концентраторы За счет этого У них развился Объем И они могут Эти деньги удерживать Потому что Они эти деньги Тут же начинают Двигать Других людей Живлять И такие работают Поэтому Их это Причем Это же протестантская этика Помните я говорил Что деньги Нужно всегда В оборот впускать Вот у нас глупость Состоит в том Что у нас деньги Хотят заработать И мешками поставить А в Америке Просекли Деньги Только тогда Тебя не погубят Когда ты их Распределяешь То есть Ты миллиардер Но ты Ничего Ты их не держишь И ты его По 15 часов в день В концентрации находишься Посмотрите фильмы художественные Очень хорошие есть Мне кажется Что это Отсутствие цели Когда у тебя Какой-то есть Но условно говоря Примитивный чел У него попадает Большая сумма денег Он дальше Почему заболевает У него цель в жизни Была заработать Кучу денег Потом его Есть Подготовленный Притянул энергию Ту Которую У него Своего объема Не хватает Чтобы с ней работать Потому что Цель была глупая И случайно Получается Вот эти книжки Прокачивают Думай как миллионер Ну вот это все Ну да Оно тоже Кому-то пойдет Кто Ну да Если ты в концентрации Если у тебя есть Хорошее Сопереживание Эмпатия Ты можешь В это входить В состояние Отлавливать Оно Зарабатывай А что В тени Чужой Только для того Чтобы тебе просто На халяву Типа денег Ну тоже Это через задний проход Все эти технологии Все это Дурь Все эти Визуализации Денег там Деньги Зарабатываются У них есть Эта энергия Хочешь денег Начинай работать Сконцентрируйся Держи концентрацию Не спи Ничего А вот Целыми И все Любое дело Если ты долго Концентрируешься Через год Начинаем Даже у меня Видите Видео Я начал делать Сконцентрировался И поперло У меня деньги Да Вон деньги Начали собирать Наконец-то